Всем добрый день! Приветствую вас на моем канале! Сегодня мы на обед будем готовить очень простое блюдо. Это будет рис вместе с куриными голенями в духовке. Блюдо получается безумно сочным, ароматным и, конечно же, очень вкусным. Для приготовления данного блюда нам понадобится чеснок, лук, морковка, рис, куриные голени, соль и специи. Из специи у меня черный молотый перец, паприка, чеснок, немножко лаврового листа и, конечно же, куркума. Какой же рис без куркумы? Рис нужно отварить до полуготовности. Для этого на чашку риса я беру такую же чашку холодной воды. Добавляем соль. После закипания варить примерно 10-15 минут. В общем, на маленьком огне ждем, пока не выпарится вся жидкость. Закипевшую воду посолить, добавить лавровый лист и отправляем сюда голени. Варить примерно 20-25 минут. Нам не нужно, чтобы голени полностью приготовились, так как они еще будут доготавливаться в духовке. Поэтому 20-25 минут вполне достаточно. Лук с чесночком нужно нарезать и обжарить. Добавляем сюда мелко натертую морковь и обжариваем до готовности моркови. Я уже готовлюсь. Субтитры Нужно все тщательно перемешать и разровнять. Голени вылавливаем из бульона и выкладываем поверх риса. Добавляем несколько половников бульона, так чтобы голени были в бульоне примерно до середины. Рис будет готовиться в этом бульоне, а голени будут запекаться и тоже пропитываться этими соками. И все, отправляем в разогретую духовку минут на 30, пускай это все доготавливается. Может быть у вас уйдет немножко больше времени или немножко меньше времени. Тут многое зависит и от сорта риса, и от размера голени. В общем, следите за тем, что происходит в духовке. Оставшийся бульон, кстати говоря, можно не выбрасывать, его можно охладить и потом заморозить для того, чтобы использовать его в других блюдах в будущем как-нибудь. Вот такая вкуснота у меня сегодня получилась. Запекались они 35 минут у меня. Конечно же, кто-то скажет, зачем так заморачиваться, ведь можно приготовить просто рис и просто голени на плите. Ребята, это не одно и то же. В этом блюде все сочное, все настолько ароматное, вкусы настолько яркие. Рис совершенно не сухой и мясо безумно сочное. В общем, хотя бы раз приготовьте это блюдо и вы поймете, о чем я здесь толкую. Осталось только посыпать зеленью и можно подавать. Спасибо вам за просмотр, удачи вам и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин